В Москве прошел специальный показ документального фильма «24 снега» режиссера Михаила Барынина. Показ организовал Союз кинематографистов страны. На мероприятие побывали и наши коллеги. Сегодня в Доме кино настоящий аншлаг. И это неудивительно, потому что сегодня здесь кинопоказ уже нашумевшей и полюбившейся якутской кинокартины «24 снега». Когда же собрались все гости, оказалось, что в зале, который рассчитан более чем на тысячу человек, не хватает мест. Такого успеха не ожидал ни сам режиссер, ни его ближайшие коллеги. Мне даже страшно стало, что мы не сможем всех посадить. Я вот вижу, что там еще есть люди, которые стоят, которых надо пустить. Вообще не представлял себе, что такое возможно. То есть с документальным кино все-таки не так, все просто. В плане проката и какой-то его реализации в дальнейшем, я думаю, что мы покажем где-то в нескольких залах, и он как-то благополучно забудется. И только теперь, когда фильм признан уже в мировом сообществе, Михаил решил пригласить даже самых жестких критиков – своих друзей. Что ожидаете от просмотра? Пока не могу сказать. Не знаю, не знаю, не знаю. Но я уверен, что это будет что-то грандиозное. Не зря говорят, что ученики должны превзойти своих учителей. Возможно, Михаил еще только на пути к этому. Но Сергей Мирошниченко лично выразил свое восхищение картиной и своим учеником. Вы будете сегодня присутствовать на бесспорном, бесспорном одном, вот выдающемся по-своему произведении молодых авторов. А некоторые пришли посмотреть фильм уже не в первый и даже не во второй раз. Я его смотрел уже в третий раз. Первый раз я смотрел его на Якутском кинофестивале, в рамках Якутского кинофестиваля. Второй раз я его смотрел на фестивале в Москве. И вот сегодня я решил прийти посмотреть в третий раз, получить еще раз удовольствие, оказаться на якутской земле. Но, как говорится, любое хорошее дело не обходится без серьезных препятствий и помех. Аккумулятор сажается зимой за пять минут ровно. Мы засекали. Вот. Провода, они, если замерзают, и ты что-то неправильно где-то как-то двинулся, они ломаются просто, вот, как это, как спичка. Вот. И камеры, естественно, тоже обмерзают. Объективы, все это должно утепляться, потому что возникает, обмораживается, все это не крутится фокус, кольца фокуса, трансфокаторы. И все это придумывалось. Мы придумывали свои какие-то изобретения, обматывали их шкурами. Ну что ж, теперь можно смело сказать, что у республики Саха теперь два новых национальных героя. Режиссер фильма «24 снега» Михаил Барынин и его герой Сергей Лукин. Александр Яцентьюк, НВК Саха, Москва.